Рефлексировать придется немало после просмотра экспозиции в инновационно-культурном центре. Там сейчас максимально живой и зеленый мир. В Калугу приехала погрузить вас в свой мир художница-дизайнер из Москвы Наташа Обухова. Работы могут, на первый взгляд, показаться простыми и даже, может быть, местами чудными. Но если присмотреться в них, проекция человеческой жизни. А еще это неплохое средство от осенней хандры. Посмотрела, как на нее смотрят Ксения Баранцова. Сейчас сами все поймете. Здравствуйте, меня зовут Наташа Обухова, я художник. У меня сегодня открывается выставка в Калужском ИКЦ. Называется она «Сады дикие и домашние». Растения абсолютно любых видов и форм легко играючи она изображает на своих полотнах. Садов здесь много, но художник предлагает смотреть глубже. Говорит, что ее картинки про сад в нашей голове и про взаимоотношения растений и мира. На этой выставке много разных серий. Вот эта серия дачная про наш дом в Адоеве. У нас такой старый дом. Я его очень люблю. Там у меня чахлая клумба, всякие растения. Там многое рисую. Здесь есть еще всякие истории про... Вот такого типа много картинок. Здесь висит одна. А так вот у меня есть любимый кувшин в виде хмурой кошки. И там букеты все выглядят очень красиво. Я их все время рисую. Главная серия выставки – живые растения. Вы наблюдаете за ними, а они – за вами. Исключительно с глазами. И цветы, представленные в инсталляции – сиротские растения. Все это некогда одинокие и забытые чахлики. Из подъезда в поликлиник будут вахтеров. А те, которые ухоженные и красивые, на время принесли сотрудники ИКЦ. Наши сотрудники проникли с этой идеей и принесли ей свои кабинеты, из своих домов. Здесь есть пара горшочков маленьких крошечных из моей квартиры. Я принесла их на время. Они тут же приобрели глаза. Вы видели, да? Что все растения с глазами. И они поживут здесь две недели. Потом все разберут. Да. А сиротские, те, которые куплены специально для выставки, мы их усыновим. Они будут у нас расти, мы их выходим. Программу открытия выстроили на контрасте. Игревая живопись и музыка барокко на фоне. Тех, кто придет позже, тоже ждет музыкальное сопровождение. Звуки живой природы в перемешку с электронной музыкой. Саунд-дизайн написали специально для полного погружения. Очень яркие, незабываемые работы. Разные все, очень классные. Впечатления просто ярчайшие. Все очень красиво. Очень интересная стиль работы. Вроде выглядит несколько просто, но при этом очень интересно. Потому что большая часть работ, которая здесь выставляется, это что-то очень сложное. Что-то такое непонятное, что нужно долго смотреть, понимать. А здесь такие работы очень приятные и простые к восприятию. И очень это мне нравится. Проникнуться этой высовкой лично вы можете в ближайшие две недели. Сады дикие и домашние в инновационно-культурном центре цветут до конца октября. Ксения Баранцова, Артем Соснин, телекомпания НикТВ.